Региональная инспекция административно-технического надзора – это структура, созданная пять лет назад. Всего по области ее представляет 27 инспекторов. Они работают в пяти территориальных отделах. В состав Муромского подразделения входят еще город Меленки и Сильвановский район. В ряду задач, стоящих перед административной службой, это контроль за благосостоянием территорий, несанкционированной торговлей в неустановленных местах, незаконным размещением вывесок и другой визуальной информации, проездом и парковкой на газонах и многое другое. С нарушителей административной комиссии уполномоченными инспекторами взыскиваются штрафы. У вас получается где-то взыскаемых штрафов 56%. То есть 44% виновных уходят от ответственности. Там, если грубо говорить. В качестве нареканий в адрес округа Муром Виктор Иванович Придбайло заметил, что на сегодняшний день нет ни одного договора, заключенного с членами дачного и гаражного кооператива на вывоз мусора и отходов. Хотя справедливости ради надо отметить, что принуждать кого-либо к подписанию договоров уполномоченные инспектора не имеют законного права. Этим, как правило, пользуются жители частных, индивидуальных домовладений. Он приходит, говорит, ну вы же живете, вот у вас семья, частный дом, 5 человек. Куда он мусор вливает? Он у меня мусора нет. А куда мне? Ну я вот это сжигаю. А сжечь-то нельзя на территории населения. Это тоже нарушение. А банки, бутылки, а это мы закапываем. А это мы там свинья внесем. Короче, безотходное производство. Но все прекрасно понимают, что это не так. На уровне правительства Российской Федерации меняется расчетная система на вывоз мусора. На сегодняшний день жильцы домовладений платят за мусор с квадратного метра проживаемой площади. В ближайшее время планируется вернуться к прежним тарифам оплаты, то есть с количества прописанных в квартире людей. Кроме того, тариф разделяют конкретно на сбор, на вывоз и на утилизацию мусора. Плюс ко всему, с 2013 года все штрафы, налагаемые органами местного самоуправления, по закону возвращаются в местный бюджет, что тоже вполне справедливо. Галина Воробьева, Александр Симонов, Новости 24, Муром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова